вот приехал экскаватор мс-2000 к нам на ремонт не шприцуется не шприцуется не шприцуется на отвали не шприцуется на отвали не шприцуется на все решат пальцы фиксируют стопорными кольцами все срезала тут вот срезал что-то вот как как сделал непонятно все это все это конечно тут странно конечно выглядит вырвано вот будем ремонтировать тут все болтается все люфтит все оторвало вот такие пальцы делать с такими люфтами все люфтит все болтается конечно это не буду рама лопается все приходится подваривать вот стопорные кольца пальцы кривые он в кривой по и палец и мой доводница не утоплены под смазку в общем вот такая вот техника куча механизмов рукоять не коробочного типа соответственно здесь все отрывает вот уж короче вот видите как отрывается вот это все разбито все оторвало нет сварки как никакой цена миллион рублей короче миллион рублей просто труба вот порванная сварка накладки на трубу сварки никакой нету не проварена так что да рукоять данного агрегата также изготовлена из трубы 80 на 80 и какие-то нелепые накладки эту настройка это щека у нас пятерка все порвало все оторвал сварка также только вот с одной стороны уши все выгнуло рваные все не усилений у ребят ничего нет ни сварки так прихватки какие-то видно что втулок скольжение также здесь никогда и не было чисто металл по металлу вот это место где соединяется стрелок рукоять зазор там очень очень большой ну это подцилиндра из-за всего из-за этого из-за таких вот люфтов порвала напрочь рукоятка сейчас будем также все втулки отсюда демонтировать стрелок от данного чуда стоит на росточке видно то что втулок скольжения здесь не было совсем металл по металлу сейчас растачиваем будем варивать новые втулки видно то что сварки там нету трещины трещины все проваривать все переваривать стрела изготовлена из трубы 80 на 80 площадку стенки мы еще не знаем а это просто накладки которые проварены также вот с одной стороны с внутренней стороны ничего не проварено давайте по гидравлике маленько пробежимся регулятор потока сейчас мы его поставили на штатное место до этого держался просто на двух точках на двух точках отвалился это масло заливная горловина гидросистемы вот мне расскажите как я вот как я туда должен вообще доступ где вот как туда залить масло по паспорту нашли кто гидросистеме 60 литров хорошо вот фильтр как бы все уже заменили все нормально сливной пробки данной техники нет просто вот что масло слить гидробака пришлось его отсасывать прибором чтобы все оттуда всю грязь вылезть в общем вылили только оттуда порядка 20 литров черная грязная стружка и все остальное все там возможно даже ничего не моют товарищи для более плавная работа поворотного устройства чтоб ничего не ломало есть вот подножка правой ноги так как ограничители на поворотке стоят стояли тоже было сломано выломала сейчас будем все ставить на место тоже врезать на поворотку поставили дроссели рующие клапана все отрегулировано теперь поворотка плавно работает адекватно они дерганы вот поставили регулятор потока привалили тоже интересного дела мало как туда залезть пришлось много что разобрать кратко поворотном устройстве палец поворотки убит вообще набрать здесь риски порядка трех миллиметров канавы то ли не смазывалась вообще то ли металл такой же хотя напильничка попробовали грызется очень хорошо кинематика не просчитана совсем на поворотном устройстве соответственно стоят ограничители стояли ограничитель на поворотке для соблюдения угла поворота ухо оторвано чтоб гнутый заднее ухо тоже оторвало ребята совсем ничего не просчитывают при разборе дефектовки выяснилось что втулок скольжения в данном экскаваторе нету совсем и вообще по-моему они даже не знают что они существуют палец поворотного зазор рахал и порядка двух миллиметров дело уходит даже крепление отвала вот непотребственно уши крепления цилиндра это отвалок вот палец двадцатый все убиты абсолютно да как бы через шаевку плохо идет но здесь видно зазор там быстро он палец уже расшатаны есть отвал непосредственно также здесь втулок скольжения нет все будем растачивать перетачивать вставлять стук скольжения чтобы эта техника была хотя бы ремонтно пригодны отрегулировали правый джойстик теперь у нас нету люфтов но очень интересно здесь вот в предыдущих хозяев уже вырезаны были технологические отверстия но здесь еще надо дорезать потому что в данной ситуации у них все так вот болталось чтоб нормально все работало а на штатном месте ничего не работает будем дорезать под контур чтоб ничего нигде не мешало двигатель или моторный отсек все вот это хозяйство стояла непосредственно не на резинках никаких димферов не было просто тупо стояла на раме вибрация была аховая поставили все на подушки на резиновые вибрация пропала в ноль коммутатор зажигания стоял прям на цилиндре он охлаждаться должен а тут он еще дополнительно подогревался был заменен маслоохладитель на более нормальные производительные штате стоял не знаю проще сказать что это кулер компьютерный также проложены резинки между коробом и рамой для уменьшения вибрации и также каркас кабины проложили резинку чтобы ничего не дребезжало ничего не рвало от такой вибрации сама кабина сделана из трубы 40 на 40 все порвало все рваны все соединения все закосилили все усилили сейчас вибрации нет при осмотре и дефектовки ходовой части было выяснено что все подшипники были наглухо убиты также ведущая шестерня съедена металл очень плохой скорее всего это сталь 3 что неприемлемо также присутствует люфт разбиты подшипники как это дело разобрать продефектовать совсем непонятно есть приварен тут заварен редуктор также приварен подшипники наглухо все с двух сторон непосредственно вот работа еще не отрегулированного джойстика люфты ужасные куча электрики вот такой вот короче конечно все компактно убран для сравнения работа отрегулированного джойстика зазоры минимальные ничего не шатается мы будем вырезать все люфтит так экскаватору нету даже и года все разбито разломано